Уважаемые любители моих небольших роликов, сегодня мы проводим ответы на вопросы. Вопросов много, они странные довольно, но на главное постараюсь ответить. Ну, во-первых, больше всего вопросов о новых книжках. Итак, здесь нужно немножко, так сказать, эксгумировать историю, потому что 10 лет назад вышла вот такая книжка «Возникновение мозга человека», которая вызвала мою большую популярность среди мелких антропологических жуликов, которые, например, пишут такие монографии про мозг, никогда его живьем не видя. Книжка посвящена тому, как возник человеческий мозг. Причем 10 лет назад было довольно актуально написать от самого начала, поскольку книг еще у меня было не так много, посвященных развитию мозга животных. А сравнительная анатомия, которая была издана еще в нулевые, в начале нулевых, 2001 год, и тем более введение в зоопсихологию, давно стали бестселлерами и, в общем, были недоступны. Поэтому отчасти здесь в первых главах мне пришлось повторить всякую историю о плане строения мозга, сути герификации, сути организации мозга приматов, то есть тот ликбез, без которого читать научную книжку довольно сложно. Ну и за 10 лет книжка, конечно, не то что устарела, но пришла, скажем так, к своему второму изданию в 15-м году, уже тоже почти 10 лет назад. После 10-го года прошло 13 лет, эта книжка с таким ситчиком веселеньким из черепов и мозгов, она немного устарела, поскольку новые сведения, они, хочется нам или не хочется, но они постоянно появляются в научном мире. И это очень хорошо. По этой причине книжка, чтобы не делать ее неподъемной, вы знаете, некоторые такие прохиндеи, ну, типа там Харари или Сопольского, они, значит, чем безграмотнее, тем толстыще книжка. Ну, это легко проверить, почитав, посмотреть и на наших популяризаторов науки в книжных магазинах. Обычно, как видишь, вот такой толщины, то там точно содержание отсутствует. Вот. Поэтому мне бы не хотелось разделить судьбу этих раздолбаев. Вот. И поэтому я сделал, разбил эту книжку на две части, потому что иначе действительно толстовато получается. И к тому же нужно было время на подготовку второй части. И затем, это, по-моему, три года назад, вышла книжка, да, в 20-м году, третье издание уже вышло в виде вот такой книжки отдельной, отдельного тома. «Возникновение мозга человека», том первый. Значит, для того, чтобы было лучше и удобнее сразу подбираться к мозгам человека, как я выкинул отсюда всё, что связано с немлекопитающими. Ну, надо про немлекопитающих, там можно прочитать в книжке «Происхождение мозга». А возникновение мозга человека – про человека. Ну, и давайте, значит, ближе к телу. Поэтому здесь всё сразу начинается с мозга млекопитающих. И дальше идёт разбор того, о чём они отличаются, в чём дело, как эволюционировал мозг млекопитающий, в чём здесь там топологические особенности. И дальше я прихожу от антропоидов гоминидом, то есть кусочек, полкнижки посвящено антропоидам ранним, австралопитекам и, значит, проблемам речи и бипедальности отчасти. Эта книжка вышла три года назад и уже, так сказать, практически разошлась. И её в настоящее время в продаже, там, или закончится, не сегодня, а завтра. И будет некоторый перерыв, пока издательство соберётся силами и деньгами на то, чтобы издать повторно первый том. Но недавно, несколько буквально дней назад, вышла вторая часть. Та самая, которая многих интересует очень сильно. Это возникновение мозга человека, часть вторая, в которой я, собственно говоря, уже занимаюсь непосредственно проблемами формирования мозга человека от австралопитеков к ранним гоминидам. А затем и к палеоантропам. То есть, иначе говоря, здесь как раз подобно рассмотрено и происхождение речи, и её нейробиология. Значит, серебральный сортинг архантропов, который так важен. Кроме этого, посвящено довольно много места и анализы самых современных данных, о том, как мы расстались с каннибализмом, и много чего ещё. И даже есть раздел, посвящённый искусственной эволюции рас. То есть, здесь не просто эволюция человека в прошлом, некоторая такая эксгумация истории. Нет. Здесь ещё и проблемы современности. А уж здесь есть глава, которая так и называется «Сгубительная социализация». Ну, понятно, о чём это. Или «Искусственная эволюция рас», о которой уже говорил. То есть, книжка очень сильно переработана. Я имею в виду первое издание. Вот это. Она переработана процентов так, на 60, на 70. И, в общем, является несколько изменённым. И, так сказать, изменённой работой, которая достаточно, с моей точки зрения, освещает проблемы эволюции мозга человека. Ну, в современном понимании. Почему? Потому что очень много спекуляций, очень много всяких глупостей, которые, например, построены на эволюции одного гена. И вот они там колодистическим анализом строят эти самые свои ветки. При этом параллелизмы запрещены. При этом из одного корня может выйти только две ветви, а не три. Ну, это арифметика такая убогая. Искусственный интеллект, возникший ещё 30 лет назад. И вот с этим колодизмом они носятся, как с писанной торбой. Ну, поскольку собственных мозгов практически нет, а как-то наукообразить свою ахинею, которую они обычно высасывают из пальца или ещё откуда-то, надо. Вот они и пользуются тем, что попроще. Книжка содержит фактически материалы даже новых работ. Поэтому судить вам, как это интерпретировать. Но многочисленные мифы, в том числе, в этой книжке, разобраны. Но многочисленные, скажем так, мягко говоря, ложные увлечения тоже так или иначе освещены. Я очень надеюсь, что вам эта книжка понравится. Ну, пока можно купить и первый, и второй том. Но скоро первый исчезнет. Ну, три года, конечно, постепенно всё заканчивается. Но, может быть, будет и переиздание. Поэтому, уважаемые слушатели, вот на один вопрос я постарался ответить. Это вопрос о новых книжках. Будут новые книжки? Да, будут. Да, сейчас я работаю над двумя книгами. Может быть, они будут интересны. Однако, я уже говорил, это личный мозг. Но до её конца далеко. Это о том, как людям справляться с личными проблемами, которые возникают внутри себя. То есть, в их мозге и то, что они контролировать не могут. Но хотят. Вот это уже в этом разобраться. Иногда, в общем, полезно почитать такие книжки. Но это ещё не скорое дело. Намного быстрее, я думаю, выйдет книжка, посвящённая фотографии. Тем более, меня спрашивают любители этого дела. Потому что будет книжка, а называться она будет, я уже говорил об этом, формат искусства фотографии. То есть, вот как бы форматная съёмка. А на самом деле полное название – портрет. То есть, я не люблю писать книжки тематически, но в данном случае, по просьбе многочисленных моих друзей, которые увлекаются фотографическим искусством, я был вынужден пойти на, так сказать, такое надругательство над собой. Мне кажется, человек должен сам начинать соображать, что он делает. Это самое ценное, когда он приобретает знания через свой опыт. Но в данном случае я не устоял, так сказать, и позволил себя уговорить, и написал книжку. Она будет в двух томах тоже. Первый том есть, а второй ещё неизвестно, может быть, и не будет никогда. Формат, посвящённая форматной фотографии, и плёночной, и цифровой фотографии. Не только формат, а портрету. То, в чём там смысл вообще. Чего хотели-то. Причём она отчасти связана и с историей фотографий. Потому что я начинаю разбирать всю эту портретную эволюцию, начиная с самых первых фотографий. Там я привожу довольно большую коллекцию дегеротипов, амбротипов и прочих всех типов, которые использовались, конечно, для увековечивания себя любимых. То есть создания портретов. Вот как-то всё было дело, я там и рассказываю. Заодно использую ту оптику, те приёмы, начиная с 1840 года, которые, собственно говоря, и создали сегодняшнее представление о фотографии и наши эстетические увлечения. Так что на один вопрос по поводу книжек я вам ответил. На чём и прощаюсь с вами. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok